В марте вновь заработали кредитные каникулы. Они позволят гражданам и бизнесу уменьшить или перенести платежи по кредиту на срок до 6 месяцев. Кто может воспользоваться этим правом и что нужно, чтобы подтвердить непростые обстоятельства заемщика, расскажет Альбина Ламкова. Заемщики могут воспользоваться кредитными каникулами, если их доход упал чем на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. И они могут подтвердить это документально. При этом будут учитываться все виды кредитов и займов. Главное, чтобы они были выданы до 1 марта 2022 года. Если у гражданина несколько кредитов, то можно запросить отсрочку по каждому из них, но только один раз. Пение штрафа за время кредитных каникул начисляться не будут, в отличие от процентов по кредиту. И когда закончится отсрочка, график выплат увеличится в пределах использованного периода каникул. Если заемщик захочет выйти из каникул раньше, то сделать это можно будет, уведомив заранее кредитора. Оформить кредитные каникулы можно будет до 30 сентября текущего года. Необходимо представить заявление и документ, подтверждающий факт снижения дохода. Например, справку от работодателя, либо документ о признании безработным. Для индивидуальных предпринимателей, либо представителей малого и среднего бизнеса, динамика дохода не имеет никакого значения. Здесь определяющим является код ОКВЭД. Важно, чтобы он соответствовал перечню отраслей, требующих поддержки. Для граждан правительством установлен лимит. Для потребительских кредитов это 300 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели могут получить 350. А для ипотеки возможна сумма 3 миллиона рублей. Для автокредитов 700 тысяч рублей. Предусмотрена сумма и для кредитных карт 100 тысяч. Если гражданин ранее пользовался правом на получение отсрочки по кредиту, например, в период пандемии, он может воспользоваться им и сейчас. Самое главное, чтобы заемщик четко подпадал под критерии закона. Документы, представленные кредитору, должны быть рассмотрены им в соответствии с законом не позднее пяти рабочих дней. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.